здравствуйте вы на канале алкофил сегодня воскресный выпуск и мы будем снимать видео на результаты моих настойчик улучшение виски так сказать я в очках ну наверно их надо снять да да вот так-то гораздо лучше будем снимать без очков так значит по цвету уже могу сказать что улучшение есть давайте нальем а потом я расскажу что я делал со своими настойками по чуть-чуть значит маклэланс lowland а это улучшенный маклэланс lowland но мы сейчас посмотрим насколько он улучшенный чтобы он это не горчил смотрите после того видео я попробовал из больших банок настойки и понял что это пить тяжеловато слишком аромат прекрасный цвет прекрасный а кроме вкуса вкус и послевкусие это просто такая полироль там слишком много танина вот этих агрессивных которые превратили этот напиток знаете в горечь какую-то настойку лечебную как закра дуба для растирок только подходящий пить это нельзя потому что вот после тех вот микро капель у меня так поджелудочно и печень болела не знаю с этим связано скорее всего с этим потому что печень то не болит там нету нервных клеток но не знаю как не по себе было вот неприятные ощущения были в организме поэтому из этой банки я достал те дровички которые там было три штуки вот этих три сердцевины обугленных я их достал и их положил в банку с водой другую и они в течение скольки там дней ну получается 6 7 дней вымачивались в воде я менял каждый день воду и вода всегда была ну вот примерно вот такого цвета вот вот как вот виски маклэланс подкрашенный и вот такого цвета всегда вода была ее выливал и вода кстати тоже была ароматная довольно таки древесная прямо как-то отдаленно даже виски напоминал из-под дубовых обожженных вот этих веточек не веточек а я большое бревно дубовое я из центра вырубил куски и их прожарил на костре глубоко я вот значит вынул и добавил одну всего лишь такую палочку на вот такой объем тут сколько 300 230 грамм в этой банке значит там 230 миллилитров соответственно я ее добавил сюда вот одну и она вот постояла цвет изменился а до этого с не вымоченными она стояла еще помню часов на 7 наверное и утром вынул так на следующий день вот эти вот дрова основные ну за если в бутылке смотреть то в бутылке цвет изменился ведь где деревяшка там и гораздо темнее если по бокалам смотреть уберем если по бокалам смотреть то цвет не сказать что изменился только маленький объем почти цвет одинаковые видите одинаковые вообще ну тут чуть чуть темнее где с до выдержки так сказать маслянистость такая же ничего не добавилось не убавилась такие же ножки ножки прям идентичный идентичные давайте теперь оценим ароматику вот обычный lowland который причем у меня стоит уже год будет видео что происходит с открытыми виски виски через год и там несколько образцов тоже сравнивать как между собой ну спиртозность к легкая есть какой такой сено немножко ванили немножко древесины такой невыразительный аромат теперь улучшенная версия который по сути сколько стояла дня три наверное часов 70 точно 70 часов улучшалась с помощью дуба тут запах гораздо богаче во первых спиртозность ушла из вот этого до выдержанного спиртозность реально ушла значит он может быть менее крепкий стал вот с этими всеми махинациями переливаниями то эти деревяшки засовывали может быть спирт на себя высосали спиртозность точно ушла из запаха добавился запах углей вот обугленная древесина она тоже какой-то специфический запах передает вот этот дым добавился к легкий легкий но это не айловский торф это вот запах обугленной древесины и он передался это приятный кстати вот это приятный аромат потом более дубовые ноты какие-то свежей древесины именно и миндаль миндальный запах появился миндаль даже и наверное грецкие орехи вот такой терпкий вкус ореховый мне по запаху стало гораздо вкуснее вот прям аромат намного приятнее кстати после вот этого обычный не улучшенный маклаланс пахнет тестом вот тесто для пирогов какой-нибудь какой-то такой запах сырого теста а этот более такой древесная копченая ореховый нет у этого запах однозначно улучшенный улучшенный запах мне нравится больше он насыщенный и более выразительный и какому благородному напитку теперь вкус но обычно маклаланс лоуленд спиртозность немножко чувствуется такой перец приятный он у меня тоже уже долго стоял в бутылке там тем более видите какой маленький уровень этого напитка так что воздуха много он постоянно окисливается ну такой ну средний ну классический не знаю сказать вот древесина немножко ванили немножко кокосовости ну перец какие-то сухофрукты сено цветы вот такой что-то во во вкусе ну такой очень простой базовый мол так сказать начальный теперь попробуем улучшенный надеюсь он не будет горчить я очень не пробовал но вот по тем экземплярам которые на яблочном дровах так сказать настаивались они очень горчили сильно сейчас посмотрим что с дубом будет горечи не добавилось вот это большой плюс хорошо чтобы вынул у тебя дрова это было три штуки они пролежали ну всю ночь и пролежали их утром так достал вот я записал видео днем где-то они до вечера пролежали я по-моему две штуки убрал оставил одну там был три таких вот маленьких вот видите там плавает вот три таких было я две достал оставил одну она пролежала всю ночь и утром ее тоже вынул потом я их вымочил в воде вот в течение там восьми суток или сколько я там сказал ну по-моему ше или шести все ничего у нас сегодня суббота завтра воскресенье завтра выйдет этот ролик а я вынул их в пятницу нет я вынул записал в среду этот ролик четверг например да вот восемь дней они вымачивались в воде до восемь и еще одни сутки одна вымоченная древесина была на виске вкус вот аромат точно улучшился и вкус не горчит это уже приятный вкус тоже стал каким-то более комплексным вот этот дымок тоже передался вкусу больше орехов стало менее спиртовозный стал мне кажется и градус подупал спиртомером замерить но мне к сожалению спиртомера но не горчит вот это точно могу сказать что после того как я дубовые обожженные дрова добавил горечи не прибавилось такой сильный как при выдержке в яблоне и вкус стал такой более миндальный и после вкуса вот это появилось дымок такой легкий на дальнем плане появился дымок значит чем можно сказать эксперимент удачный дешевые виски маклана слоу лэнд дешево без акции 2000 по акции 1400 сейчас уже там 1360 он улучшился а вот насколько позиции на не могу сказать но он улучшился однозначно стал лучше во вкусе отчетливо теперь вот эта древесина но не такая выпирающая как мы их вот этих вот настойчиках который мы сейчас тоже кстати проверим запах приятный стал так давайте чуть-чуть нальем все-таки попробуем вот это нет с этими начнем потому что она в тот раз очень сильно горчи горчил он был просто мега горькой ну цели начнем вот из этой я не сразу не сразу достал древесину из-за вот этой достал моментально после видео потому что на я понял что это все вот это на на перегонку отдам наверно тому человеку который брал самогон а вот этот был не такой горький по сравнению вот с тем образцом поэтому я его попробую сейчас и из него и не сразу достал дрова видео как бы темный до сих пор темный 1 нальем чуть попробуем просто коньячно темный вот реально хэнсика подкрашивают карамелью вот такой цвет у него темный темный есть вода на всякий случай из раритетного бокала скотч коле интересно продается такой виски сейчас раньше был популярным сейчас не знаю я давно не видел такой есть так аромат дым вот это и яблочность слива табак грейпфрут сожженный и какое-то вот запеченное мясо в духовке под апельсинами цитрусовый такой копченый вкус аромат просто замечательный вот аромат реально достойный если бы был такой же вкус ноль вообще ко мне претензий эксперимент удался на сто процентов но я думаю вкус будет все-таки горький потому что здесь стояли еще сколько-то дней вот эти обожженные бруски яблони дайте попробуем совсем чуть-чуть потому что не хочу эту горечь второй раз чтобы она в течение двух дней во рту стояла горечь есть язык вяжет но не так сильно как не вот не обожженные дрова просто уничтожали ротовую полость а вот эти есть горчинка но она такая более миндальная вот пережаренный миндаль когда вот пережаренный миндаль грецкий орех и косточка винограда и оливковое масло вот что такое оливковое масло такую же терпкость дает я не могу назвать эту горькостью эту терпкость как у оливкового масла вот такая же но все-таки это напиток который наверное разбавлен нужно пить ну смотрите мы его разбавили при разбавлении ножки стали мега жирными хотя нет показалось это до разбавления у него были такие толстые ножки сейчас цвет такой стал коммерческий я бы его назвал ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо откуда-то шоколад появился. Я не знаю, откуда шоколад с апельсином стал. Шоколад, апельсин и дым. Стал какой-то... Нет, вот с добавлением воды запах стал не знаю, 100 баллов просто из 100. Шоколад, рыба, запеченная с морковью. Вот это копоть от яблочных опилков. Такая вот коптильня, да, вот морковь с апельсином. Цедра апельсиновая. Шоколад, какао. Вот сейчас суперсложный стал запах. Он вот с добавлением воды реально раскрылся. Вот этот напиток я никуда продавать не собираюсь. Это реально мои личные интересы по взаимодействию спиртов с древесиной. С обожженной, не обожженной, как вот там виски с бочкой взаимодействуют. Чтобы понять вот эту вот реакцию. И вот это глубоко обожженное яблоня с 60-градостным самогоном аромат дает замечательный. Шоколадно-апельсиновый. Вот почему-то реально не яблоня пахнет, а вот цитрусами. Прям вот апельсин, грейпфрут. Какой-то пудинг такой сливочно-шоколадный. Шоколад линд. Знаете, вот есть линд с добавлением цедры. Вот такой же вкус. И плюс еще это какая-то дымность такая вот интеллигентная. Такой, знаете, дым. Опилок из коптильни. Или вот какая-то колбаса свиная. Рыба копченая. Да, мне вот такие вот. Дайте вот сейчас его попробуем. На вкус. Вкус стал апельсиново. Теперь, кстати, горечь ушла. Возможно, если вот этот с водой разбавить. Сейчас мы это, кстати, сделаем. Слушайте, эксперимент-то не провальный. Если вот это долить водой, эту жидкость, ну, да, этой 100 грамм вот настойной самогонки на копченых дровах и 25 миллилитров воды, я думаю, идеальная пропорция будет. Он, во-первых, не такой крепкий становится. И появляются вот эти апельсиновые нотки. И горечь уходит. Самое главное, вот это была проблема моих настоек, что я не до конца вымочил, промыл вот эти дровишки. Сейчас-то они уже 9 дней настоялись в спирте. И еще их 8 дней в воде вымачивал. Так что они теперь максимально нейтральные. Из них вся агрессия ушла. И теперь следующую партию, которую я замочу в самогоне на тех же уже использованных дровах, я думаю, она будет максимально вкусной и минимально горькой. Горечь ушла. Но вот с разболением воды тоже горечь уходит. Нет, но аромат просто замечательный. Понимаете, это эксперимент. Вы все равно эту штуку не попробуйте никогда. Вы можете повторить, но у вас будет самогон совершенно другой. Совершенно другая яблая, другой обжог. У вас будет примерно похожий результат. Вот я говорю, что меня результат не разочаровал. На дубовых поленях рекомендую выставить самогон. Вот мое мнение. Только их надо промыть сначала, подержать в воде. Вот обжечь, подержать в воде 2-3 дня, ну со сменой воды, чтобы она всегда обновлялась, там ничего не закисло в таре, где вы их вымачиваете. И потом настоять в течение 5-6 дней, не больше. Либо там подбирать пропорции ядров к спирту. И там будет замечательный аромат напитка. Да? Неплохо. Давайте теперь из вот этой супер горечи. Ой. Супер горечи с водой. Нальем немножечко. давайте даже так попробуем. Пусть у меня будет снова рот в этой горечи в нескольких дней. но что не сделаешь ради подписчиков. Ой, фу, да. Не. Фу. Не, это очень, это вот плинтусовка. я вот почитал на форумах самогонщиков, как они настаивают. Вот это у них называется плинтусовкой. Дайте побольше даже воды. Сейчас оно гармонизируется немножко. Так, вроде бы однородная масса стала. Свет все равно насыщенный остался. Как же с добавлением воды раскрываются вот эти запахи? Жалко, это такая горечь, которую пить в чистом виде невозможно, потому что это рот связывает, не знаю даже, как вот от самого противного лекарства, рот там и горло все аж не имеет, понимаете, вкусы просто теряются. Остается одна вот эта горечь. Но при этом запах просто замечательный. Вот тут тоже пряный апельсин, корица, тут нету дыма, нету вот этой коптильни, как от сожженных, обожженных дровишек. Тут больше апельсин, корица, яблочность. Но шоколадности нету. Вот в обожженном шоколадность присутствует. А здесь такой апельсиново-цедровый ноты плюс сладость и яблони. В принципе, вкус попроще. У обожженного мне понравился больше вкус. Давайте теперь попробуем. Надеюсь, с разбавлением воды не будет такой горечи. нет, горечь все равно остается. Вот этот привкус горечи, фу, не, он неприятный. Привкус горечи остается даже при разболении воды. Он стал не такой интенсивный, но сначала идет какая-то апельсиновая и яблочная тема, но потом накрывает это горечь и портит все впечатление о напитке. Но тут возможно моя ошибка. Возможно на этих кусочках древесины осталась кора либо те слои, которые относятся к кореи, которые выкрашивают сразу спирт, плюс дают ему такую горечь интенсивную. Возможно в этом моя ошибка. А возможно слишком интенсивные свежие куски яблони. Вот обожженные не менее интенсивные при обжиге стали, плюс коральная сгорела вся 100% точно. И уголь древесный послужил каким-то фильтром. Он может быть отфильтровал вот эту горечь. Поэтому обожженные яблочные дрова рекомендую. Сырые яблочные дрова нет. Либо вымачивать. Но вымачивать мы будем точнее с вымаченными дровами мы будем эксперимент делать попозже. Ну а это МакЛаунс неразбавленный с капелькой разбавленного настойного МакЛаунса. Вот это эксперимент удачный. Вот вымаченную обожженную дубовую древесину небольшой кусочек на полбутылки виски которая вам не нравится закидывайте и вкус улучшится 100%. Вот на вот этом примере я себе в первую очередь доказал что вкус и запах и послевкусие улучшаются станутся более приятным. Значит вот этот кусочек у меня будет продолжать лежать я его не буду вынимать потому что он уже стал не таким агрессивным плюс объем виски на объем древесины стал больше площадь соприкосновенной поверхности уменьшилась поэтому я продолжаю этот эксперимент вы были на канале алкофил в дальнейшем по воскресеньям будут еще выходить эксперименты со спиртами и с домашней довыдержкой с улучшением так сказать самогона не знаю виски но может быть какой-нибудь и буду улучшать либо еще что-нибудь придумаю спасибо вам за просмотр этот небольшой глоточек за вас чтобы у вас были всегда качественные напитки не переусердствуйте с алкоголем спасибо что смотрите ставьте лайки и подписывайтесь с вами был Филипп до скорых встреч до свидания